здравствуйте на канале тонн тв программа разбора полетов сегодня ввиду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты александр гальцикер здравствуйте и павел маргулян здравствуйте на днях по израильская полиция должна огласить свои рекомендации по поводу уголовных дел которые будут переданы в прокуратуру и эти два уголовных дела которые имеют название 1000 и 2000 так или иначе связаны с именем главы правительства бенемина тиньягу вот накануне оглашение этих рекомендаций в телевизионном интервью генеральный инспектор полиции сказал свою позицию и позиции полиции по этому поводу что вызвало гневную тут же оповедь со стороны главы правительства коллеги вот собственно говоря вокруг этого мы будем строить наш разговор сразу первый момент я думаю что вы видели выступление генерального инспектора полиции и отповедь которую ему дал в социальных сетях глава правительства вот такого столкновения яростного я бы сказал между главой правительства и генеральным инспектором полиции который был назначен по инициативе этого же глава правительства я честно говоря не припомню может быть вы как более опытные в этом деле люди знаете нет проблем на самом деле речь-то выступление ген-инспектора полиции само по себе заявление о том что мы были приближаемся к моменту когда полиция порекомендует прокуратуре подать обвинительное заключение против премьер-министра по крайней мере по делу 1000 касается шампанского сигар подарков которые рассматривать это как подарки или рассматривать это как взятку в меньшей степени это за дело премьер-министра он уже не не в первый раз по этому поводу высказывается ничего не будет потому что ничего не было теперь дело в общем то не за ним дело теперь скорее за прокуратурой уже почти дело за прокуратурой надо полагать что прокуратура достаточно тщательно наблюдала за ходом расследования а задела его фраза о том что премьер-министр позволил себе канцелярия премьер-министра нанять частных сыщиков которые следили за полицейскими которые проводили расследование против премьер-министра и в том числе девушка которая подала жалобу на сексуальные домогательства против начальника отдела лав 433 которые координируют которые координируют действия этих следователей в большей степени наверное ронни ритман генерал полиции тоже была послана так сказать канцелярия премьер-министра для окружением премьер-министра так правильно было сказано естественно война в общем то в сми она развилась скорее вот из-за этого то есть если ген-инспектор полиции располагает доказательной базой того что действительно сыщики частные сыщики наблюдали за полицейскими искали как можно к ним придраться то он должен эту доказательную базу предъявить все таки он не случайный человек который обронил фразу а если этого нет то тогда нужно действительно дисциплинарное взыскание к нему ему предъявить дисциплинарное взыскание потому что это голословное обвинение которое под собой ничего не несет я осмелюсь предположить потому что это уже не первое такое вот случайное изречение Рони Альшеха, генерального инспектора полиции, осмелюсь предположить, что доказательной базы у него нет, иначе это было бы поводом для возбуждения еще одного уголовного дела. То есть, здесь дело не в перебранке в средствах массовой информации, здесь все гораздо глубже. Скорее всего, это очередная фраза, которая основана на слухах, каких-то домыслах, и теперь ему придется, конечно, за это ответить, так мне кажется. Павел, поправьте меня, если я, но я, если я правильно помню, Рони Альшех не говорил, что это канцелярия премьер-министра послала этих... Он сказал, что ему известно о попытках следить за его следователями. Он не называл, кто послал, кто следит именно. Это уже глава правительства сказал, что Рони Альшех повторяет измышления... Я сейчас вот точно не буду... Очерняющие... Мне кажется, что он сказал, что нити ведут в окружение. Павел Рассудительный. Мне кажется, я просто слышал, я помню точно, как он это сказал. Не было сказано намека. Он сказал, если говорить на иврите, что эти люди были посланы людьми Бали Ашпа, то есть влиятельными людьми. Не было никакого намека ни на Таньягу, ни на его окружение. Понять это каждый мог, какой ему угодно. Ну, Натаньягу понял так. Понял так, да. Более того, насколько я помню, Рони Альшех не говорил в этом интервью, что они собираются рекомендовать обвинительные заключения против Натаньягу. Он не ставил однозначных точек в этом вопросе. Он сказал очень интересную фразу, когда его спросила журналистка Илана Даян, что там будет. Он сказал, ну, скажем так, там будет много вещей, которым многие будут удивлены. Скажем так. И поэтому, хотя пресса, я слышал многих влиятельных журналистов, которые однозначно говорят, что будет рекомендация по обвинительному заключению по делу 1000 точно, я бы здесь как бы вот подождал бы до следующей недели или когда будет эта рекомендация. Это одно. Значит, по поводу высказывания, это еще одна скандальная грань этого интервью с Александром. Вот на самом деле Натаньягу обратил внимание, и не только и его. Натаньягу, кстати, сегодня заявил так, что он не атаковал прямо главу правительства, но его окружение атаковало прямо. Давид Амсалем, лидера коалиции, сегодня напрямую обвинял Рони Альшейха, генинспектора полиции. Так вот, мне тоже непонятно, зачем он сказал эту фразу о том, что по данным полиции были какие-то, видимо, частные сыщики, следили за теми следователями, которые ведут дела полиции, пытаясь найти против них компромат. Значит, у любого человека возникает вопрос, а почему это замяли? Рони Альшейх объяснил там, что когда об этом сказали на 10 канале, слежка прекратилась. Но это на самом деле уголовное преступление, совершенно верно, должно было быть открыто какое-то следствие. Ну, по крайней мере, есть повод для следствия. Да, но сегодня полиция, буквально час тому назад полиция выпустила заявление. Во-первых, напомню, что Рони Альшейх сказал, что это факты, то, о чем я говорю. То есть, вряд ли, я не думаю, что он в этой позиции сказал бы необоснованные вещи, потому что это на самом деле подсудное дело или может выразить неприятностями. Но полиция выяснила, выпустила заявление, час или два тому назад, что об этой слежке знал юридический советник правительства, но он не стал открывать следствие по этому делу. Это серьезное заявление. Александр, к вам вопрос. Рони Альшейх очень опытный офицер. Это человек, который в прошлом был заместителем начальника общей службой безопасности Шабака. Он в контрразведке прослужил много лет. Трудно предположить, что такой человек накануне вот этого грандиозного события, независимо от того, грандиозность его будет в любом случае, хоть там будет ноль, хоть там будет плюс десять. Я имею в виду, что действительно будут какие-то рекомендации. Позволил бы себе безосновательно что-либо говорить, вот такие вот фразы бросать в эфир. Он не политик. Вы правильно сказали. Он очень опытный офицер службы безопасности. То есть служба, которая проводит большую часть расследований в совершенно закрытом режиме. И в общем-то он не привык давать интервью. Поэтому я думаю, что здесь как раз сказывается его малый опыт работы в полиции и уж точно впервые в жизни он сталкивается с расследованием, персонажем которого, центральным персонажем которого является не кто-нибудь, а премьер-министр. Да, он окружен людьми, которые гораздо более опытные него в таких расследованиях точно. Но тем не менее его, скажем так, малоопытность на этой должности, она прежде всего в таких общественно доступных интервью, что ли, она прежде всего и высказывается. Более того, сегодня говорят о том, что ему тяжело, поскольку тяжело найти замену Ронни Ритману, который должен покинуть этот отдел 433, потому что он не разглядел в высших чинах полицейских правильных людей для того, чтобы их продвинуть. Поэтому многие просто покинули полицию и на сегодняшний день три первых кандидата, которые должны занять этот высокий пост, они в общем достаточно молодые и малоопытные люди. И в какой-то степени вот это назначение, по-моему, впервые в истории Израиля назначение генинспектором полиции человека не полицейского, то есть который пришел не из полиции, наверное, оно все-таки сказывается, потому что опыт на этой должности, особенно когда проходят расследования такого характера, это, наверное, самое главное, гораздо важнее, чем знания, чем образование, чем все остальное. Здесь как раз сказался обратный опыт работы в органах, которые не афишируют свои действия, как правило. — На ваш взгляд, Павел, Роня Альшейх вообще должен был давать это интервью? — Почему нет? — Это другой вопрос, почему нет? — Смотрите, я, у Роня Альшейха есть... — А зачем? Оставалось 3-4 дня? — Нет, во-первых, интервью записывалось, эта программа записывалась и готовилась. — Неделю. — Хорошо, неделю. — Я думаю, что даже месяцев много. Почему она вышла сейчас, мы не сможем ничего на эту тему доказать, потому что Элана Даян скажет, что это было запланировано давно, и это то же самое, как следствием полиции, которое пришло в открытую стадию против Давида Бетана накануне обсуждения в Кнессете вопроса о рекомендациях полиции, и полиция утверждала, что это было запланировано много месяцев тому назад. Тут мы не сможем ничего доказать. У Рони Аль-Шейха были то, что называется на еврите плитат пэ, то есть высказывание осторожное. Я напомню, было одно высказывание про эфиопскую общину, когда он сказал, что когда полицейский смотрит на двух человек белого цвета кожи и черного, естественно, он подозревает, что больше будет чернокожего, что вызвало гневные демонстрации эфиопской общины. Но я надеюсь, что он, как и умный и опытный человек, на этих ошибках учился. И я не думаю, что вот эти его слова о том, что была слежка за офицерами полиции, у него было много времени их отменить, запретить и говорить. Они вышли в эфир. Я думаю, что это были обдуманные слова, которые он сказал намеренно. Ну а зачем он давал это интервью? У него трудная ситуация. Смотрите, ему в самом начале его каденции говорилось о том, что ему обещали пост начальника Шабака, после того, как он закончит каденцию генинспектора полиции. Его каденция заканчивается в декабре этого года. Если останется Натаньягу до этого, то ему не быть начальником Шабака, судя по всему, понимаете, если мы говорим о каких-то чужих интересах, не касающихся чисто расследования. И не зря он в этом интервью сказал, что я... Во-первых, он сказал, что на него давили, чтобы он занял этот пост. Он не хотел идти в полицию. Это был выбор Геляады Эрдана, министра внутренней безопасности и главы правительства. И он заявил там, что Натаньягу пообещал ему, что если он к тому времени будет останется главой правительства, он назначит Рони Альшейха главой Шабака. А Рони Альшейх заявил, что как только я согласился, я сказал, что я избавляю тебя от этого обещания. Оно мне не нужно, чтобы быть чистым, полностью объективным к делам Натаньягу. Поэтому у него сейчас тоже трудная ситуация, его тоже можно понять. Там у них у всех трудная ситуация, я должен сказать. Александр, вам вопрос. Каждый раз, когда возникает вот подобное громкое, как принято говорить, дело, ну в данном случае это не дело Бенемина Энтаньягу, скажем, это дело, в котором его имя фигурирует. Вспомним недавнее, не так давнее дело, так называемое дело Ольмерта, благодаря которому он ушел с поста главы правительства. Вспомним дело, так называемое дело, которое поначалу называли делом НДИ, потом, правда, перестали называть, и которое вот сейчас идет судебное расследование, в котором фигурирует бывшая заместитель министра внутренних дел Фейна Киршимбау. Сейчас будем условно называть это дело Натаньягу. И каждый раз говорится о том, что оно все организовано противниками, идеологическими, что есть какие-то враждующие кланы внутри полиции, прокуратуры, все это инспирировано. Вы верите во всю эту конспирологию или нет? Или все это как бы, ну дела и дела? Мне трудно, скажем так, что-то однозначное утверждать по этому поводу. Я говорю об ощущениях. А по ощущениям, я думаю, что... Есть же симптоматика, которая уже может быть видна. Раз уж, так сказать, такой широкий спектр политиков оказался в центре внимания полиции, прокуратуры, и среди людей, которые принимали решения, ключевые решения о том, начинать это расследование и не начинать, были люди, которые в конце концов принимают решения юридический советник правительства, тоже человек, который назначен Нитаньягу, если мы говорим о сегодняшней ситуации. Более того, близкий друг семьи Нитаньягу, который до этого был секретарем правительства, то есть один из людей, которые, я говорю про Вихая Мандельблита, которым Нитаньягу должен доверять больше, чем кому-либо, генеральный инспектор полиции, который был тоже, в общем-то, назначен с одобрения премьер-министра Нитаньягу. То есть вот этот круг, генеральный прокурор Шай Ницан, тоже фигура, которая изначально не является, так сказать, враждебной по отношению к премьер-министру, действующему сегодня. Поэтому говорить о какой-то конспирации против него, все, кто должен был принимать решения, это все люди, которые до какого-то момента были, ну скажем так, если не самыми близкими ему людьми, то, по крайней мере, не входили в круг его врагов, это уж точно. Что касается следователей, которые непосредственно ведут это расследование, я думаю, что эти люди, как правило, они лишены политических амбиций каких-то, ну крайне редко, уже давно я на самом деле не помню, чтобы следователь полиции, даже ведущий следователь находил себе путь в политику. Последний случай был с Сигаловичем, который ушел в партию Яэролапида и Яшатит. До этого генинспекторы полиции действительно пробовали свое счастье, а вот на уровне следователей, они прекрасно работают потом в офисе госконтролера, они прекрасно работают потом в... В бизнесе порой. В бизнесе, в меньшей степени, у них есть продолжение карьеры в отделе расследований ценных бумаг, например, где зарплаты гораздо выше, чем полицейские, ну и так далее, и тому подобное. То есть им есть чем заняться, кроме политики, поэтому я думаю, что это утверждение, оно лишено логики во всем, кроме одного, кроме того, что, ну, самые фигуры, которые действительно привлекают к себе внимание, вот, это люди, которые занимают такие посты, как премьер-министр, министры, президент, глава коалиции, ну и так далее. То есть они естественным образом на виду, и они, естественно, и скажем так, расследования по их поводу, они естественным образом становятся в центре внимания средств массовой информации, и о них чаще говорят, чем о расследовании какого-то дела, связанного, скажем, с бывшим депутатом КНЕСТа или бывшим министром, про которого уже все забыли. Наверное, они как бы меньше привлекают к себе внимания, отсюда, так сказать, и неприязнь политиков к тому, как с ними обходятся в этих делах, ну, что поделать. Ну, каждый политик по-разному реагировали, можно вспомнить реакцию Ольмирта на те обвинения, когда он был в главе правительства, можно сейчас, мы видим реакцию Бенемина Тиньягу, гораздо более эмоциональную, экспрессивную. Ну, во-первых, против Ольмирта открывалось, если я не ошибаюсь, шесть дел, из них только по одному делу, в результате по двум делам. И то, не связанным с его деятельностью премьер-министр. Я хочу напомнить, что Ольмир, это были стычки с прокуратурой, ввинял ее в утечке материалов, то есть, он тоже наезжал не на политику, но в прокуратуру, да, там были. Да, ну, естественно, Муше Кацав тоже как бы прошелся по органам, так сказать. Но тут конспирологии, слава богу, никто не увидел. Ну, тут увидели другую конспирологию, средств массовой информации против Кацава, ну, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что именно правильная пословица здесь будет, это назвался груздем, полезай в кузов. То есть, пошел в политику, стал публичным лицом. Будь готов к тому, что тебя будут искать. Да. Коллеги, под занавес... Не говори, что ты играл в оркестре ЦАЛ. Да. Под занавес... Ладно, не говори, не пиши книгу об этом. Вопрос. Если захотите, можете на него не отвечать, захотите, можете ответить. На ваш взгляд, попробуйте спрогнозировать, что произойдет 13-го числа, какими будут рекомендации полиции. Смотрите, я вот хочу завершить эту тему. Да, пожалуйста. Я согласен. Люди находятся на ключевых постах правительства. Под ними большие бюджеты, под ними власть и так далее. Естественно, общество, внимание концентрировано на том, что они делают. В нашем правительстве на сегодняшний день идет следствие против главы правительства, идет следствие против министра внутренних дел. Есть рекомендация обвинительного заключения против министра соцобеспечения. И идет следствие против бывшего председателя коалиции. Вот такого по-моему. А муниципальные чиновники там? Это муниципальные чиновники. Мы еще про скрытые расследования не знаем. Про скрытые мы не знаем. Поэтому, я когда слышал высказывания, значит, на полицию можно говорить все, что угодно. Значит, это имеет под собой место эти преступления, которые они осуществляют, или нет. Это главное. А дальше вы можете выдумать про полицию, у них там политические интересы и так далее. Ребята нарушали закон или не нарушали? Вот точка. Мне кажется, вот туда надо смотреть, а вот эти все слухи не имеют значения. Значит, что будет? Я давно выдвигал такую версию. Значит, если будет обвинительное заключение, Натани Ягу будет оказываться страшное давление по всем фронтам, которое может дойти до давления изнутри или куда, потому что будут проводиться опросы. Давление, вы имеете в виду, на Натани Ягу будет оказываться? На Натани Ягу, чтобы он ушел хотя бы временно с этого поста. Но он уже заявил, он уже говорил о том, что рекомендации полиции ничего не означают вообще. Там 60% рекомендаций выбрасываются в корзину, в том, что ничего не означает. И если начнется юридический процесс, он может запросто протянуться до следующих выборов. Процесс, я напоминаю, полиция, допустим, говорит, что они рекомендуют подать обвинительное заключение. Потом юридический советник думать будет несколько месяцев над тем, согласен он с этим или нет. Потом, если он скажет, что он согласен, будет шиму, так называемое слушание. Слушание, да. Это еще несколько месяцев. После шиму юридический советник правительства опять будет думать, передавать дело в суд или не в суд после консультации с адвокатами на Таньягу. И это может протянуться очень долго времени, ближе туда к следующим выборам по плану, я так планирую. Но если будет, Эльдад Янив заявил, что они установят палачный город на городок напротив канцелярии премьер-министра с требованием, чтобы он уйти в отставку, страна начнет бурлить, это очевидно, если будут рекомендации. Ваш прогноз? Ну, на самом деле, Павел прав, абсолютно история не быстрая. И рекомендации полиции, как правило, действительно мало что означают. Но здесь, я думаю, что полиция, ну, к ней же будут относиться, то есть будут рассматривать под микроскопом просто. То есть, если полиция ошибется в своих рекомендациях здесь, к этому будут относиться очень и очень, скажу так, негативно. И общество, и, в общем, полиция станет просто адресом для любых насмешек, как бы, и со стороны политиков, и со стороны СМИ, и со стороны просто, так сказать, граждан рядовых. Поэтому мне кажется, что прежде чем рекомендовать подать обвинительное заключение, полиция очень сильно задумается. Ну, и уже объявлено, что работает группа, которая перепроверяет вероятность существования доказательной базы в составе преступления. По сути, в действиях премьер-министра, ведь никто не отрицает, что он получал эти сигары и эти ящики шампанского. Вопрос, как квалифицировать. Вопрос, следствие контролируется сотрудником прокуратуры, идет под их наблюдением. Я думаю, что это самые высокие сотрудники прокуратуры, то есть, я думаю, что следствие контролируется генеральным прокуратурой. Нет, там есть определенная женщина, я не помню, как ее зовут, которая официально курирует это следствие. Михаль как-то, Бен-Ариф. Тем не менее, если говорить о прогнозах, я осмелюсь предположить, что будет рекомендация подать обвинительное заключение по делу 1000, это точно. Что касается дела 2000, где записывались разговоры премьер-министра с издателем «Идиот охрана» и владельцем, собственно говоря, я думаю, что здесь еще рано подводить итоги, там, насколько я понимаю, все еще достаточно сыро. Если по поводу подарков, слэш, взяток, все достаточно ясно, остались только юридические аспекты, то есть, как это квалифицировать, то в другом деле, в деле 2000, там все, на мой взгляд, гораздо серьезнее, не только на мой взгляд, все комментаторы, в общем, говорят, что там это дело, которое требует к себе еще много внимания, сначала полиция, а уж потом прокуратура. Так что я делаю ставку на обвинительное заключение по делу 1000, рекомендации подать обвинительное заключение по делу 1000, а вот сменится ли к тому моменту, когда нужно будет подавать обвинительное заключение премьер-министр или сменится юридический советник правительства, скорее всего, сменится, потому что их каденции подойдут к концу. Павел рассказал о том, как это может запросто продлиться еще год, я думаю, что может еще и два, то есть, до принятия определенных решений. Давайте так, я уже говорил о том, что буквально все говорят, что будет обвинительное заключение, но здесь есть еще один момент, вы сказали об этом в начале, будет пункт потери общественного доверия или пункт взятка, это принципиально разные вещи, за взятку нас сажают на много лет в тюрьму вообще-то, за потери общественного доверия там возможны варианты, скажем так. Ну, в любом случае, если следовать логике Павла, что, как поддержал Александр, что это протянется еще год-два, а может быть и больше, то у нас еще достаточно пищи для разговоров и для обсуждения этого, все-таки это были подарки или взятки, или подарки слэш взятки, потери общественного доверия или еще что-нибудь похуже. Так что мы еще наверняка не раз вернемся к этой теме, на этом все, напомню, что со мной в студии были мои коллеги-журналисты Павел Маргулян и Александр Гальцикер. Всего доброго.